так раз два три приветствую всех на вот сайт онлайн сегодня в первое но не первый второй день лето с чем у вас поздравляю я в детстве очень обожал лето я ждал его целый год поэтому для меня это как праздник запись идет все все будет на youtube канале и на сайте и в социальных сетях вместо в зависимости в обсуждении экономического календаря мы решили такие заставки делать но они будут наверно медленнее двигаться в будущем и в общем то основные новости можно будет сразу на картинках прочитать ну в общем то начнем с ртсов и теперь у нас есть напомним всем кто возможно пропустил такие сообщения о платформе на сайте вы можете пройти на подходящий для вас store и установить приложение программе в офис это еще бета новая версия не с полным функционалом то есть так как это мы делаем первый раз могут быть разные недочеты любые ваши замечания что-то заметили либо неудобно чем-то пользоваться пишите мы все будем брать во внимание так как в этом мы еще первый раз сталкиваемся с разработкой приложения могут быть разные нюансы вот это из то есть на айос на android windows store и microsoft store google play фильме это тоже есть можно скачать так где наши ртс и возьмем за текущий контракт ситуацию осталось то есть если сейчас 2 июня осталось совсем чуть-чуть торговаться контракту июльскому это уже к закату идет контракт так что и вы тоже позиционно присматривайтесь если открывать сделки то уже на сентябрьском на следующей неделе из события то ввп японии если не ошибаюсь и процентная ставка иди и евросоюза еврозоны вот у нас подгрузился график собственно пробитие в минимума продолжается и у нас ликвидность ну ниже стандартного идет но посмотрим по открытому интересу последние два дня даже пытались поймать видео люди и судя по всему не очень получилось у них три идентичные фактически сессии после такого немножко затяжного флета пока точно ну вот посмотрим чем закончилась торговля в пятницу сейчас какие там были через на колени зируется так 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 есть есть котировка появился график за неделю ну то что пятница на ртс и было как-то назвать искусственная скажем так обратите внимание на сам даже рисунок торговой сессии возможно это только мне видно но но просто вычурно идеально идет поддержка снизу очень идеально такая линия прям давайте сейчас наведем то есть ну как манипулятивно возможно это крупный игрок контролирует уровень но это очень сделано так без особо переживаний как бы что его заметит так весь объем пришелся на вот эту часть соответственно нам интересно и там даже были покупки вот мы их отметим берите на вооружение в качестве поддержки возьмем коридорчик это спекулятивный уровень сейчас мы доберемся до даже чуть-чуть захватим вот и пропустил вот тут активность и здесь достаточно много активности дальше на дневках сейчас разберемся вот у нас дневной вот точно вот 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 и у меня вот зеркал Ликвидность вот только последние 3 дня была более рабочая. Соответственно, вот эти дни учитываются, а те остальные так особо наезжены немного. Вот, значит, поддиректорник, видите, филонии или все-все-все. Возможно, из-за того, что штатов нет. Так, 106,500. Тут прямо с открытия начали атаковать. Ну, Индия достаточно большая страна, и там точно так же, как с Китаем. Раньше они считались, не считались, а сейчас уже не знают, как считаться. Огромная экономика. Они делают очень много фармацептик, я знаю. Они делают очень много, ну, там, текстильное, у них промышленности много. То есть, почему нет? Евроцентробанк, да-да-да, я уже говорил про процентную ставку. Так, по поддержкам, как видите, практически нет уровней особо выделить таких мощных. Два уровня сопротивления, из поддержек даже нечего взять. Буквально вот на самых минимумах 14.86 и 23.91. Вот и все. По открытому интересу, два дня добирают позиции. Суварная дельта нулевая и две отрицательные. Сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тихо Сейчас громче сделаем Чего же вы молчали? Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, смотрим, вуаля, красиво-то как, ой, красиво, смотрите как начали 1-го числа со штатов и до 2-го числа, до 12-ти часов дельта вся зеленая, ну, на байре, и процентное соотношение 70%, 38%, для акций это очень круто. Вот так формируются голова и плечи с точки зрения объемного анализа, вот вам левое плечо, вот вам голова, вот правое, по сути как бы весь удар ушел на вот это движение, то есть сохранение динамики на рост, это хорошо, и болтается цена выше линии шеи, либо же как ядра, вот хорошим признаком продолжения активности байеров будет ответственная и неутомимая защита коридора ядра недели, то есть, соответственно, вот этой всей реверсивной модели, которую они сформировали, вот, это часть вторника, среда, четверг и пятница, то есть три дня ушло на вот эту реверсивную модель, и мы отмечаем сейчас в ближайшем уровне сопротивление, 158 с половиной, 160, 161 с половиной, 163, вот, самые такие дисбалансы, серьезные, да, вот как раз они и пришлись, дальше уже будет полегче, вариант все-таки сброс топорей вполне остается открытым, но пока мы болтаемся ниже ядра, поэтому уховостро, газпром так, где у нас тут раз, два, три, график есть, хорошо, так, а вот газпром тоже отличился, ушли ниже 120, сразу же началась активность и посмотрим, плохая активность началась, стоит отметить, вот две цены, мы сейчас их зафиксируем более детально на кластер профайле, посмотрим, что же там за такой зверь прошел, да, миллион, миллион, причем пришелся весь пакет размещения, надо смотреть дельту, так, у нас получается тут взаимопокрытие, вот здесь все-таки до 60 тонн больше байера, тут 300 по ласкам зашли неплохо, раз, два, три, ну полмиллиона здесь точно зашло буквально там, первое число, так, давайте отметим эти точки, где байеры себя как-то проявили, бесстрашно, и чем черт не шутит, а вдруг так они красиво и зашли, возьмите на всякий случай эти уровни на заметку, тут, я думаю, особо даже не нужно их, не сложно найти, это такие ленивые уровни, чисто цифры ровные, так, дельта начала падать в пятницу, ну, в принципе, задача, я понимаю, их толкнуть как минимум, хотя бы в нейтральную территорию, где у них, судя по всему, такие были же по активности две сессии, вот они, 26 и 29, мы этот коридор тоже зафиксируем на всякий случай, и вы уже смотрите там, ориентируйтесь, что происходит с этим уровнем, если они как родные будут себя вести, то, скорее всего, тут загрузили, тут подтариваются, и потом уже выйдут за 124, это тоже по нефтянке надо смотреть, как там удержат лайт и бренд, вроде как там решили по ОПЕК сокращение добычи, ну, сдерживание, да, то есть контролировать цену, и, ну, рубль, ну, вот сегодня, допустим, если по процентному изменению нужно посмотреть, Сбер, Газпром, Золото, Австралия, Еврик, FGBL, SPOT, RTS, фунт, даже S&P, еле-еле в душе в теле, остался при зеленой зоне, рубль, бренд, FTC 100 и индекс доллара все в красный, вот Сиелька попала и бренд, не особо, но ушли немножко, поэтому сейчас посмотрим по корреляции, какая будет реакция, рубль, ликвидность стандартная, но, правда, чуть-чуть оборотики увеличили, с двух миллионов, почти до двух с половиной, немножко растромошились, по-прежнему в коридоре 57, 100, 56, 400, так и висят, 57, 200, и посмотрим, что там по открытому интересу идет за актив, так, 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 а тут прям, прям ничего, тут немножко открыли, тут на десяточку, и серьезно, смотрите, сегодня серьезно сбросили, с 3 миллионов до, с 3 миллионов 17 тонн, до двух миллионов 895, так, дельта там была на покупку, естественно, так, давайте это все более точно разберем, ядро, значит, контракта на данный момент у нас, флотно берем 57, 150 и 56, 670, это ядро, самый объемный коридор, значит, вот он, тут еще стоит отметить локацию 57, 800, по 58, 200, это второе, по значимости будет, после ядра, так, давайте на дисбалансах больше сориентируемся, так, 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 Вот, был отриблено 157, 2 и 8. Так, это у нас сессии, которые были с хотя бы небольшим приостом, поддержали нулевая, поддержали нулевая, ну вот схема дублируется. Так, 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 продавцы у нас вот здесь, есть этот коридор, можно как сопротивление взять, сейчас мы на споте это все посмотрим. Поддержка уже неоднократно тут прям напрашивается уровень поддержки, 480 по 620. А я еще захватить надо вот эти три точки. 400 по 620. Это вот саппорт, который лечился еще с апреля. не самый подходящий период для долгосрочной покупки. Во-первых, экспирация скоро, во-вторых, рынок пока не определился, контроль цены абсолютно не прощупывается, стоят в очень узком диапазоне, по дельте только разве что и в ожидании большого объема с открытым интересом. пока вот, видите, то байеры, то селеры, соответственно, такая же активность. Самая неприятная пора в торговле, когда на рынке неопределенность. Либо же флайт. Самая жестокая. Так, 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 так. А на споте немножко потише прошлись на этой неделе, видите, даже серые бары по отношению к ликвидности прошлой неделе. То есть немножко стихли обороты, конкретно ждут какого-то события. Похоже, что 5 дней было снижение, само собой, 5 дней. Теперь у нас такой жуткий флэт с элементами выброса стопорей и неудивительно будет, если выше 56, там, 90 попробую толкнуть. Поддержка пока еще в себе оправдывает вот этот уровень. И ставьте звоночек, будильник на алерт на 55, 75. Это уже будет край, если туда дойдет цена, лучше этого не видеть. Ну, для покупок нет мотива, ликвидность не повышенная и открытый интерес только идет на снижение. Ну, по рублю я имею ввиду. Здесь ликвидность тоже не выросла, не было никакой активности, никакого интереса к валюте. Поэтому, судя по всему, ждут либо ждут то, что мы даже не знаем. Так. А в чате есть ученики со смартфолем трейдинг? кто-нибудь. Зафиксируйте себе вот эту неделю в архив. Тут просто под копирку два подряд дня здесь и здесь. Под копирку одинаковые абсолютно дни. то есть вот здесь чуть ли не минута в минуту и такой же самый день здесь. Рекомендую сохранить, а потом разберемся с ними. Так. По ядру на споте у нас 56.5, 56.72. было. Это ядро у нас и, соответственно, покупатели у нас были вот здесь. Вот здесь поддержка была. Нет, вот здесь. Тут локация просматривается неплохо. И вот эти уровни тоже выделим. по сопротивлению берем. Итак, пятница открылась достаточно таким серьезным микро-гэпом, мини-гэпом. Закрыли его и, в принципе, пока не возвращаются. Так что, если продолжат в том же духе, может даже 57-ой на следующей неделе увидим. При продолжении снижения барреля нефти, но, в принципе, она просится само по себе. Вот видите, вот такая дисбалансировка произошла и они ее аккуратно закрыли. Вот. И сейчас вот посредине коридора болтаются. Если выйдут выше 56-ой, 80, ну до максимума дойдут, большие шансы, что будут атаковать 57-ую. и наоборот. Если в следующей неделе с открытия начнут уходить, самое главное – отсеять возможность снятия стопорей, потому что это у них, как видите, в легкую. то есть вот этот маневр – это, по сути, была динамика на снятие и выброс из рынка. так, следующий у нас евро, вспомнил. тридцатая, тридцатая, тридцать первом по 214, ну вот, 130-153. не самые топовые недельки, ну там, около рабочего режима. итак, у нас фактически третью, две с половиной уже точно в недельке на новой цене торгуются еврик. И, ну, как видите, пока себя чувствуют уверенно, соответственно, есть какие-то байеры на этом максимуме, и тут невозможно это не зафиксировать. Ну, вот здесь объем, на поддержку фиксируем, и более детально мы сейчас рассмотрим. Так, по открытому интересу. Вуаля, начали набирать первого. Чуть сбросили, вот, с первого набрали. После снятия стопорей сразу же пошла загрузка, поэтому вполне мог быть маневр снятия стопиков перед атакой 132. Возьмите на заметку, ядро по еврику находится на 10.05 и 0.87. Вот это у нас ядро контракта пока не перенесли. Значит, был пик у нас 441 и вот 31.440. Так. Да, ну вот 40 на 26, ну, немножко сбрасываю, да. Плохо. В принципе, для расширения максимума, ну, надо прямо уж сильно надавить. пока еще не критично сбросили, но дальше толкнуть цену надо хорошенько приложиться. так. Давай посмотрим, что там было на дельте. Так. Ну, это понятно. Толкнули на 125, потом еще поддерживали как-то и фиксируемся перед с халкетом. Четыре, два. Так. Ну, скорее всего, вот была у нас последняя активность. более стабильная 4 дня подряд и 350 тонн набрали, в общем, на продажу. А фиксация при вот таком возвратном движении вполне может быть прощальная перед экспирацией модель на снятие стопиков и могут немножко откорректироваться. Вполне жизненный вариант. вот, раз у них так с открытым интересом пошло, видите, то есть сливает как раз все движение наверх начали сливать. Вот, особенно последние две. А тут все дело открывали. Вот это открытие пошло, открывали, открывали эту пачку. Вот. Дальше идем в фунт. Спасибо. 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 У нас тоже фиксится, причем всю неделю. Всю неделю. До экспирации осталась вот неделька следующая и вот большинство фичей с 12-го по 16-го будут уже уходить на новый контракт. Ну и с НП так точно, он раньше всех стартует. А вот, поэтому торговать на следующей неделе будет не самое подходящее время. Перед экспирацией там все фиксируются и будет сложно системную торговлю прочувствовать хорошо, когда объемы будут в основном фиксаться и там запутаться запросто можно. Так, ну в общем-то ядро контракта пока так и удерживают. Не ушли ни ниже, ни выше. Так, 29.70 фиксируем. Я беру 28.65. По фильтрам, видите, еще есть коридоров до 28-30. 40. Даже 35. То есть правильнее не только по пунктирным линиям ориентироваться, но больше по ликвидности. Скорее всего тут объем больше добавился в этот период. поддержка. Вполне жизнеспособна. Да, вот 1200 и тут 2300. И так, у нас идет фиксация и после такой дельты покупки это само собой разумеющийся. Тоже аккуратненький скрес, видите, на фунте технично работает. Тут прям волей-неволей в технический анализ, можно поверить. Смотрите, как аккуратненько. Там, конечно, стопори будут большие, но… Так, индекс доллара. Ровная активность, ровный интерес к инструменту, но пока как-то так более твердо стоит на 96.70. Ну, вот такое ядро последних двух-трех недель сформировали 97.15, 97.35. Это не контракта, но вот эта активность, которая после расширения минимума на новой цене не стоит. Тот факт, что селлер не дает возможности байерам даже коррекцию устроить, это просматривается. Тут еще надо объем зафиксировать. То есть, расширили на продажу и байер практически не может ничего сделать. Вот, все попытки у него были на пониженном объеме и все, что повышенный объем сразу же уходит вниз. Так что пока соляр есть, он бунтует и он достаточно зверский. вот этот уровень тоже зафиксируйте, так как блокпост для индекса. 5 тонн на индексе доллара. День в жизни будет появилась. Так, ну ладно, дневная сессия. Затки в 15 минутный таймфрейм. Смотрим. Затки в 15 минутный таймфрейм. Затки в 15 минутный таймфрейм. Затки в 65 минуты и дрожатка в 30 минуты, отзывая на той забол Parlament вы можете взять при 20 минуте, сушевая ассорток 줘, thin час зо Keep menos. Так, WPF и ядро совпадают, это неплохо, 9706 и 9732, одно ядро, это формирование как раз первой половины недели, вот до сих. Все было неплохо, пока вот такой резкий маневр не начался, причем достаточно ликвидный, вот обратите внимание, по объему были даже так, по полочкам разложены, и тут анархия пришла, в общем, сразу резко и много. Анархия, естественно, с красными флагами, и тут даже было 1700 контрактов, только дисбаланс, удивительно. Субтитры сделал DimaTorzok Да, и дальше сталкан, ничего не поменялось, так и завис. Так, коварный какой. В общем, относительно WPF серьезное отклонение, ну, существенное, поэтому вероятность возвратной пружинной динамики вполне, ну, ее исключать нельзя. Если это будет все-таки показательное снятие стопорей таким маневром, то в понедельник, в вторник они должны вернуться либо к этому уровню, либо даже выше. Соответственно, это будет неплохим звоночком на то, что пытаются нас обмануть вот таким вот сбросом стопорей. Ну, это прям в открытую жестоко, на самом деле, так, пух, не успеешь оглянуться, там, и уже, ааа, что случилось? Общий объем прошел здесь 7,5 тонн. И давайте зафиксируем эти тщеславные объемчики. Насчет моделей снятия стопорей еще пока сомнительная модель, потому что они не, ну, зависли здесь. Вот объем, который они бросили, они так его и не пробивают. Вполне вероятно, что селлер так и остался здесь держать уровень. Так что, если и будет возврат, но не выше 96-92, то вполне реально, что это просто сброс стопорей уже на следующий день будет относительно вот этой локации на продажу. Еще тот фрукт. Так, бренд. Где он тут? 50 долларов за баррель. Ценник. Ну, не знаю. Я еще не видел этот инструмент. Но Московская биржа ввела в инструментарий ETIFI на индекс РТС. Я вот хочу его на следующей неделе посмотреть, почитать, увидеть, если уже даже есть объемы какие-то посмотреть. Если это правда, то... Ну, это официально от Московской биржи информация. Тогда уже понятна стратегия работы на РТС. Там можно... Первое время, пока еще не все будут знать, поживиться. Так. Это у нас бренд. Где он тут? Так, 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 так. Так, набирали, набирали, набирали. И здесь идет немножко сброс. Соответственно, смена контракта назревает. Ой, я не туда-то поставил. Я думаю, что не так. Вот она. Пришла смена контракта. И смотрим объем. Ну, все три сессии тут объем фактически идентичный. Около 230 тысяч контрактов оборотик. 245, 235 и 221. 6,3, 7, 2 и 650. Смотрим, где объем сейчас еще стоит. Так, тут уже все. Торговались. Вот, видите, три сессии 26, 28 и 29. 5,4 процента. Дисбаланс 7 и 7,5. Вот такие три незаурядные сессии, вообще незаметные. Потом идет сброс, видимо, 2,8. Тут меньше, ну, меньше, ну, меньше единицы. 4,3 тоже идентично. В эту же сессию сразу вернулись и началась активность на покупку. В эту же сессию. Продолжение следует. Продолжение следует. Сп Pac-2. Продолжение следует. Продолжение следует. ... ... ... ... Ну вот здесь на минимуме эта сессия за сегодня, две цены 49.15 отличились и 49.65 конкретно вот по дельте безоговорочным а вот по шортам тут лидирует 10.75 ближайшие две с половиной только ну первого числа зашло по дисбалансам вот 87 против 6 из 6.3 здесь нулевая дельта и де-факто как бы сильного контроля пока не видно единственный плюс это пока то что они держатся выше коридора 49.15.45 открытый интерес не набирает позиций то есть не интересуется пока брендом никто очень крупненько два дня стояли и вот пятый пятница вышел фактически даже не торговался путем диапазона то есть ну это серьезный дисбаланс 50.11 и резко вернулись обратно но с нулевой дельты это только сессии реверсивные могут такое устроить соответственно предвестником тут было у нас длить сессии с по объему посмотрим вот и оборот идет практически непоколебимый соответственно лертик поставьте на возврат 51.40 51.30 тут как раз и байеры были это будут колокольчиком для заключения снятия с топорей модели и возможно и так и 53 пока вот так вот а на продажу ну по сути если эти две сессии не будет байер даже пытаться атаковать то есть ну так дальше покатимся видите какие модели растроговки сейчас пошли в самое опасное ну не 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 очень просто взять такие то есть каждый день ты ждешь вот этот разворот разворотец резкий и ба бах сразу четыре с половиной три с половиной так селька дальше посмотрим что здесь у нас ликвидность такая же вот как раз последние три дня активировались но очень совпадает с бренд активностью но вот байеров тут видите папах получше видно тут если уже покупают их можно заметить вот они 16 том пытаясь врать и потом на 4 сессии полтора полтора и полтора и полтора на 4 сессии возврат в 49 уже на следующей неделе будет говорить о возможной завершающей стадии снятия с топорей ну тут массив тут массив удерживали вот до этого момента это все было вроде как по плану и потом идет одна сессия перекос по всем фронтам вот толкнули толкнули то есть если возвращаются обратно но скорее всего это модель снятия с топорей вытащить дальше цену шку будет уже легче в противном случае если даже 49 не будут возвращаться атаковать контрольный уровень которые пробьют это будет вполне логично и я думаю правильно выставить на минимум этого же дня то есть с утра уже можно будет понять будут они вообще пытаться атаковать или еще помучат так и золото какой инструмент на сель так и так и так и так и дамешонид экс д3 доллара был там интересная ситуация достаточно записи посмотри обязательно там символ color вот так вот можете потом на паузе на записи установите продублировать допустим если вам нужно по контрольным временным точкам ориентироваться то есть такая функция символ map то есть вы включаете и видите какому времени какая буква присвоена но если вы market профайл изучили хорошенько то вы поймете к чему эти буквы и и и время но собственно тут если мешает объем можно снять символ фон колор можно поставить так на золото осталось так интерес первую очередь так у нас судя по всему новый контракт на золоте август 17 и по ликвидности четыре дня уже по 200 по 170 оборот пиковые были 340 330 в общем ликвидность рабочего вышли уже можно с этим уровнем считаться то есть оборот рабочий значит все уже стартов первая стартовая точка представьте себе из старого контракта все пакуются здесь переносит сделки на новый контракт есть тот самый чистый по идее открыт интерес то есть не фиксация именно все массово заходят со стороны новый и это грех не использовать значит новый контракт с наложением старого то есть два контракта сейчас дублируем потому что но еще молодой там буквально четыре дня у старого уже как бы экспирация наступила для этого вот такие периоды на следующей неделе пользуйтесь кнопкой марш контракт вы будете склеивать два контракта и как бы дедис ну неудобству в том что на одном пропадает объем на другом появляется не будет то есть у вас будет нормальная активность но сделки сделки открывайте если брокер позволяет то на новом контракте что потому что на экспирации все равно вас закроют потом даже если будет супер удачная сделка итак август 17 смотрим по последней активности у нас не густо но вот здесь вот ребят тушек на поддержку берем фиксируем и семьдесят пятого захватите здесь перед расширением недели ну и соответственно что у нас тут за уровень был так так по большей степени тут касается непосредственно перед расширением недели так и вот прям на верхушке там полторушку скинули хотя поровну тут поровну 500 тут больше 0 1 ну вообще нулевая дельта 200 я показываю 268 309 320 322 ну в активном режиме но пока вот если спекулятивно то коррекция до 75 защита можно пощупать попробовать так как тут бросили объемчики перед пробитием максимума могут еще раз защитить это чисто спекулятивная растраговка сценария вполне может пройти если проходит как ошпаренные даже не замечать ее вторая это стоп станция это у нас на поддержке которая на неделе сформировалась вот 68 67 и 63 62 то есть первый блокпост тут тормозят зависимость от того какую сессию придут и в каком контексте прилично тут топали наверх фактически с начала апреля идет расширение такой волатильности это не к добру то есть они будут резко уходить в какую-то сторону не оставляя после себя ничего судя по процентной ставки на следующей неделе это среду либо четверг может произойти такой скачок торец они будут как раз вот до события потом под процентную ставку потому что процентную ставку выйди как раз поменяют то есть аналитики прогнозируют что будет изменение процентной ставки а по евро центробанку пока они еще не известно скорее всего ничего не будет менять так это было золото это был вот суть онлайн 8 июня открытый вебинар приходите поделюсь наработками по видам булы пи ну и плюс посмотрим что там сетях и индекс ртс получилось ну удалось ли что-то разузнать и исследовать вам хороших выходных и в теплых дней до следующего сети онлайн запись на ютюбе будет ну на сайте соответственно и социальных сетях всего хорошего спасибо что пришли до свидания пока